Здравствуйте, уважаемые друзья, я снова в гостях у Василия. Василия, да, добрый день. Значит, у нас тема очередная. Почему мы решили ее начать, эту тему? Именно тему информационной борьбы, информационной войны. Почему? Потому что есть такое мнение среди людей, даже наших друзей, соратников, среди наших, что типа дайте нечего, будите спящих, да, типа пусть они спят дальше, пусть они там идут вслед за телевизором, идут на СВО, там умирают, идут там туда, идут сюда, короче, ну такие моменты. Вот мы, в общем-то, с Василей эту тему обсудили, немножко решили с вами тоже ее обсудить, что, в общем-то, так, наверное, нельзя, да, людей оставлять. Если мы что-то понимаем в этой жизни, либо если мы имеем какую-то альтернативную точку зрения на происходящие процессы, то обязательно нужно ее озвучивать. Тем более все вы помните прекрасно, на эту тему даже был интересный фильм про воду, что человек на 60-80% в зависимости от того, там, состояние здоровья, состоит из воды, а вода имеет информационную память, информационную структуру, и поэтому неспроста все наши пропагандисты, и вообще столько денег вкладывается так называемым государством, правительством нашей корпорации, Российская Федерация, в пропагандистскую работу, если бы они знали, что, типа, зачем эта информационная работа нужна, зачем бы они вкидывали столько денег, допустим, в этих киселевых, там, соловьевых, во все это, шалупонь, шейнов, которые постоянно промывают мозги россиянам, скажем так. Если бы это было не нужно никому, то, конечно, тогда и не тратили бы столько денег на пропаганду. Поэтому должна быть постоянно какая-то контрпропаганда, какая-то альтернативная точка зрения озвучена, тем более вот про воду, вот Василия не рассказывала перед эфиром, делали интересный эксперимент, они, вот помните, японец был такой, который делал эксперимент, он проводил эксперимент, ставил три стакана рисом, заливал его водой и в разные места помещал. Одному он говорил, я тебя люблю, другому подходил к стакану, говорил, с водой, обязательно, что я тебя ненавижу, третий вообще игнорил. Рис в воде. Да, рис в воде. И мы, получается, с детьми доказывали момент именно отношения друг к другу, то есть когда мы с ненавистью, с агрессией, с пренебрежением каким-то, оскорбляем друг друга. Кстати, здесь тема же и матов, да, нецензурной брани, потому что у нас среди молодежи это прям вливается, причем есть даже взрослые люди, которые говорят, что якобы у нас раньше так и общались друг с другом. Это норма. Да, немножечко, так скажем, переворачивают сознание. И в итоге мы получаем, что рис с водой, которым говорили, я тебя люблю, он начинает разбухать и источать более приятный запах. То есть вы с учениками все подходили и говорили, я тебя люблю, как бы на этом стакану. Да, ну меня ученица именно проводила, да, мы проводили как раз к проекту на конкурс, я лидер. Интересно. Второму стакану она приходила, говорила, я тебя ненавижу. А третья игнорировала. И мы приходим к выводу, что в принципе мы все друг на друга очень сильно влияем. И сейчас очень модно это гнор. И вот тот рис, который игнорировали, он начал просто плесневеть, чернеть и, можно сказать, источать не очень приятный запах. И мы пришли к выводу, что мы друг на друга влияем. Но больше я, конечно, подводила детей, как они влияют на своих родителей. Потому что подростки, увы, сейчас, ну, так скажем, не следят за своим сленгом. Они говорят не всегда пообдуманные слова и так далее. Поэтому, конечно, я считаю, что информацию нужно пропускать через себя и понимать, где правда, где ложь, и для чего вообще она есть. Та же самая информация. Она же не просто так выпускается в эфир. Особенно если брать средства массовой информации. Это по-любому на каждое поколение, на каждый возраст. И так же, кстати, мужчины, женщины, дети чуть старше, да, подростки, девочки, мальчики и так далее. Влияет, находится определенная информация и четко на человека влияет. Все. То есть, если, допустим, на нас что-то повлияет, на вас мужчины это не повлияет. Вот они и ищут эти пути, как развернуть, как увести. И не зря же говорили, что ТВ это зомбоящик. То есть, нам об этом все время говорят. И по поводу того, что те люди, которых мы не хотим якобы защищать, пусть живут так. Я всегда говорю, что та сторона, ну, допустим, добро и свет, да, тьма и добро. То есть, получается, та сторона, она делает все, чтобы за собой утащить людей. Конечно, да. Она делает все. Она в наше поколение, которое сейчас растет, она, в принципе, всяческими способами, манипуляциями, внедрением, внушением, она их уводит от духовности, от какого-то добра, тепла, любви. То есть, ну, вот эти вот все моменты, я думаю, что это видят все, и родители в том числе. Да. Ну, вот ключевой момент, наверное, вот в этом эксперименте все-таки, что слово влияет на человека, да. То есть, любое слово. И человек-то, по сути, получается информационный продукт. То есть, если с детства нас чему-то постоянно, чем-то накачивает какой-то информацией, то со временем у нас формируются определенные стереотипы, там, убеждения, принципы или, наоборот, отсутствие принципов, да, благодаря той информации, которую нас накачивают, да, благодаря этому. Например, что, типа, все, можно, там, не обязательно уважать старших, не обязательно, там, относиться хорошо, там, допустим, к окружающим тебе людям, там, будь самостоятельным, там, будь эгоистом, иди по головам, там, достигай цели, главное, деньги. Живи в кайф. Живи в кайф, да. То есть, такие моменты, такие установки, они сплошь и рядом сейчас идут, даже вот в информационной среде, в том числе, в интернете, в том же самом, да, и, соответственно, молодежь, она воспитывается какой? Опять-таки же, разобщенной. Мы в прошлую тему, как раз, об объединении говорили, и мы видим, что объединиться очень трудно, на самом деле, людям. Почему трудно объединиться? Потому что, опять-таки же, очень много установок на самостоятельное, скажем так, выживание, на одиночество. Даже вот много фильмов, я вспоминаю, что на 90-е годы были там, вот, много фильмов, типа, о конца света, там, разных, да, и там, все время был какой-то один главный герой, который там бегает один, короче, где-то мы всех там мочат, всех гасит, а потом находишься женщину, конь себе там, и дальше с ней уже бегают вдвоем, но в целом он одиночка, по жизни как бы, а все остальные, как бы, объединяются в банду, там, там, взять там, какие-то там, ну, много было фильмов таких там, которые, как бы, формировали определенные тоже стереотипы у молодежи. Сегодня там у молодежи, вот, опять-таки же, мы затягивали эту тему, казалось бы, говорят, мы традиционная страна, семья, давайте там, вот, в семье все сохранят традиционной ценности, тут там резко понадобились дети, давайте рожайте, уже с 15 лет рожайте, да, то есть, вообще, ну, такой абсур, как бы, да, как же людям, ну, вырасти, повзрослеть, сформироваться, подготовиться к семье, как бы, да, нет, да, уже все равно, нам солдаты нужны, там, давайте в 15 лет уже, ну, раздвигайте ноги вперед, погнали рожать, то есть, как это, да, сочетается, оказалось бы. Ну, получается, какая-то, ну, деградация, какое-то опущение к пошлости, нет никаких высоких отношений, нет нормального выстраивания взаимоотношений, у нас их нет, я с детьми, со своими учениками, когда работала именно по направлению воспитания, да, по направлению взаимоотношений между друг другом, взаимоотношений мальчик с девочкой, с родителями, я понимаю, что нам реально всем надо учиться просто общаться, просто дружить, просто, ну, как люди. Я, кстати, по поводу эксперимента и по поводу манипуляции фильмов прочитала, какой проводили эксперимент ранее, то есть, рыбок приучали кушать червячков, то есть, они не едят, то есть, им в аквариум кидают червячка, они же не знают, что его можно кушать, они мимо него плавают, червячков этих всех, им ставят телевизор, где показывают, что рыбка кушает червячка, и она ест червячка, то есть, получается, вот таким образом манипулируют нашим созданием. Тут же показывают детей, которые играют с куколкой, показывают на экране, что ее надо обнимать, одевать, укутывать, ребенок делает то же самое, что показано по ТВ. Ему включают видео, где другой просто бьет куклу, да, оторвает голову, ноги, руки, все. То же самое повторяют. Скорее всего, здесь преследовалась именно мысль, что дети повторяют то, что им показывают, но, конечно, было бы интересно почитать момент, а все ли дети это делают. То есть, в ком-то это есть, в ком-то этого может и нет. То есть, вот эта вот манипуляция, она происходит всегда. И с нами, со взрослыми, и с детьми, то есть, постоянно манипулируют. И когда ты понимаешь способы манипуляции, ты, естественно, уже, ну, ты заранее уже понимаешь, зачем это говорится, зачем это делается. Тот же самый взять сейчас тему, да, о которой мы обсуждали, квадробик. То есть, это переодевание детей в зверюшек. Кто-то там говорит, что это безобидно, мы все были зайчиками, но, извините, когда он нападает уже на бабушек и кусает и так далее. Но от чего нас отвлекают? То есть, что сейчас происходит у нас вообще в стране? Я считаю, что это тоже идет определенное разделение и поколение детей от взрослых, потому что дети все равно видят, что происходит по факту. Да, мне понравилось тоже недавно, как Шевченко выступал, где показывал на одном из каналов. Ну, конечно, нельзя сказать, что эту тему вообще не нужно обсуждать. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что тема навязана нам. Это как бы тема, которая включена сегодня в повестку, чтобы люди отвлеклись там от того, что действительно там идет война, что тысячи там людей гибнут, продолжают гибнуть, что там территории захватывают, Курской области продолжают. То есть, от этого отвлечься, как бы, от повышения цен на ЖКХ, от того, что пенсионерам там не на что, опять-таки же, купи там все продуктов нормальных, качественных, там за коммуналку заплатить не хватает просто денег. Вот, будем обсуждать квадробинг. Я прихожу на тренировку, иногда там у меня бабушки в сенем зале обсуждают квадробинг, сидят. Вот, да что-то такое. Короче, вот у них тема, да, то есть, понятно, что и тут же целый там какой-нибудь там представитель там правительства, или в этом Володя, там представитель Госдумы, да, тоже, что он не квадробер, он против квадробинга, да, но он также против гомосексуализма, мы все прекрасно знаем, хотя прекрасно знаем, кто он на самом деле есть. Поэтому, это вся двойная игра, мы, кстати, говорили об этом, двойная мораль в информационном поле, вот у людей, так сказать, правящего класса и у хабадников она присутствует. То есть, двойная мораль. Мы им говорим, что это нельзя, сами этим занимаемся, один наоборот, мы этими занимаемся, им говорим, что это нормально, норма жизни, занимайтесь, как бы, развращайтесь. Хотя я хочу сказать, как раз у секты хабад, насколько известно, у них очень четкий тотальный контроль над детьми. То есть, они не в социальных сетях, у них не телефонов, они четко соблюдают то же самое целомудрие. И если мы возвращаемся к Великой Отечественной войне, то что говорят? Что мы победили именно благодаря целомудрию, вот этой чистоте и настоящему патриотизму, а не то, что сейчас нам навязывают. Конечно, потому что человек, который воспитан в высоких духовно-народственных ценностях, он действительно способен к самопожертвованию. Человек, который развращенный, меркантильный, алчный, у которого только много пороков, ему интересны только деньги, какое будет самопожертвование у него, например, на фронте. Хотя, опять-таки, я против войны, я в целом против того, что сейчас происходит, но тем не менее, я имею в виду, что этот момент, он важный тоже, воспитание детей. Опять-таки же, очень важно быть рассудительным, а за что идти, ну, к примеру, там, с кем-то воевать, да, сейчас вообще отвлеченный-то говорим, да, например, то есть за что, то есть за кого, на нас напали, за какие ценности. Либо за правящую элиту, которая жирует, которая, как бы, абсолютно сама не хочет ничем жертвовать ради народа, среди которого она живет, да, и тут возникает вопрос, стоит ли это делать вообще. У Сталина, кстати, сын шел на мыну, а у нас здесь чиновников, депутатов мы не можем отправить. У нас даже на Камчатке, я хочу сказать, очень много молодняка, который мог спокойно там защищать границы, ну, по факту, если нам говорят, что там уже натовские войска стоят. И я хочу сказать, вышел эфир на канале Разоблачено на тему того, что происходит в Белгороде. Это мы с вами сейчас живем не при пивачу, можно сказать, да, то есть мы спим в нормальных кроватях, у нас есть еда у кого какая, но все равно мы не пытаемся почему-то заглянуть, а что там происходит и в каких ужасах живут наши соотечественники, которые попали в такую беду. И мне кажется, мы вот в этом тоже информационном поле должны слышать и понимать, а что происходит, что очередной раз нам готовит, к чему нас опять ведут. Да, самое интересное, возвращаясь и к информационной работе, и к объединению, и к умению общаться друг с другом, очень важно. У меня есть один из солдат, который мне когда-то служил, когда я был еще командиром завода, служил в Ключах, и он сейчас находится в Белгороде и ездит в командировке в Курске. Общенство 2014 года в Донецке, то есть он постоянно вот война, там все это знает, хорошо знает Стрелкова Гиркина, и он мне говорит недавно, как представляете, он вышел на меня там тоже через интернет, соответственно, и говорит, представьте, какая интересная ситуация, говорит, смотрю ваше видео, смотрю сейчас вот ваши, говорит, ролики с Василевой тоже посмотрел, который говорит про объединение, он говорит, даже здесь, вот уже в Курске, уже война, уже бомбят дома, уже как бы там прилетают снаряды во двор, и все равно люди не объединяются, то есть оно каждый сам за себя, у каждого хата с краем, я хата с краем, не буду, зачем нам какие-то там объединения, там патрули, грубо говоря, там какие-то там строить самозащитные там структуры, да, вот даже грубое ополчение, которые когда, так сказать, армия Российской Федерации вошла в Украину, там были определенные структуры созданы, да, на Украине, само, так сказать, ну, отражение там, как народное ополчение, они бомбиками назывались, не суть важна, сейчас происходит по-четому самому в Курске, но в Курске не могут такие же ополчения создать, фактически, у Англии люди не могут объединяться, почему? Потому что настолько разобщили, атомизировали в последние годы пропагандой, и мы это видим сейчас тоже в нашей среде здесь, здесь пока понятно, нас еще не бомбят, но у нас-то угроз очень много, и действительно васядет много молодых парней молодняка, да, она сказала, которые могли бы это воевать, они здесь. Я иду депутат. Я именно депутат. А, ой, депутат. Я именно депутат. Я именно депутат. Я именно депутатом говорю. Типа Тимофеева лискова. Да, 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 да. Почему? Тот же самый Агеев пусть идет, будут защищать. У них дети у Яровой нашей есть дети, пусть идут вместе с Яровой, она такие законы принимает против народа. А я хотел бы про приставов упомянуть. Там тоже много молодых ребят, которые вот недавно мы с тобой все над этим поговорим, да, которые к одному моему знакомому там, если его ищут, там залазить через забор по гражданке, дежурят, стоят в служебное время, у них там время идет, им зарплату платят, они стоят в заброшенном доме, дежурят, ждут Андрей Владимирович и Макаренко пытаются его поймать, но мы об этом поговорим отдельно. Вот, поэтому понимаете, какая ситуация, то есть люди есть, которые, казалось бы, могут там принимать участие, они заряжены на какие-то конфликты, они готовы там воевать, они готовы с кем-то сражаться, но их здесь держат, для чего? Для того, чтобы ну кто-то там зарабатывал дальше деньги, а кто-то преследовал свой же народ получается, да, и забирал у них там деньги, остатки имущества. Но если брать приставов, сотрудников центра по борьбе с экстремизмом, те же самые, то есть получается те люди, которые умеют владеть оружием, да, которые физически крепкие, крепкие, ну и не знаю, как наличок же все, бедный, несчастный, пострадавший. Ну да, у нас же были журналисты, скажем, в стаканчике металли в плечо, и у них там рука там отсыхала. Поэтому там, ребята, конечно, здоровье под вопросом. Ну здесь и вопросы к тем же сотрудникам прокуратуры, тому же самому начальнику МВД Сухорукову, пусть покажет, что он не аморальный, пусть он покажет, что он настоящий мужчина и так далее. То есть вообще получается реально двойные стандарты, то есть наших отправляют, а себя нет. И это то же самое, если мы возьмем опасное слово, которое мы не будем называть, да, когда нас всех заставляли принять определенный препарат, мы в прокуратуру приходим, между делом, просто между делом. А вы, вам же надо было делать? Она, видимо, она растерялась, говорит, нет. Я говорю, подождите, то есть нас за это отстраняли, увольняли, прессовали и так далее. То же самое было в суде, когда я секретарю задаю долган, задаю вопрос, а вы как работаете, если вы не сделали? Тут я увидела полностью ее лицо. Растерина, да? Да, нет, она агрессивно на меня напала, ну в плане словесно. То есть они понимают, о чем мы говорим. То есть получается, вот они двойные стандарты. И можно, а нам, ну как бы, мы не имеем права возмутиться. И мне кажется, вот это должно быть внутри нас, когда мы хотим жить достойно. То есть понимать, да, вот то же самое воспитание, манипуляция, это воспитание. То есть получается, мы сейчас отдаем своих детей, своих родных, близких на воспитание той системе, тому, той идеологии, идеологии, по всей вероятности секты хаббат именно, растление именно нас, то есть себя и своих они не расплевают. А наших, да, то есть мы собственноручно не защищая, не пытаясь защищать, мы их просто отдаем. И мне нравится в этом случае казачий хор песни. Иди и буди, не спи, не ешь, иди и буди, потому что ты знаешь, ты за это несешь ответственность. Тут же вспоминаем всех наших знаменитых политпреследующих, которых убили, да, Литминенко, Политковска, Старовой, то есть много таких людей, которые защищали, Немцов тот же самый. То есть мне кажется, мы первое должны научить различать героев от подлецов, потому что те, кто говорит и ведет, тоже не факт, что им надо доверять. Я до сих пор вспоминаю, когда наша организация помогала дальнобойщикам, помнишь, когда вводили Платон вот эту систему. И тогда, я хочу сказать, наши соратники с Светланой Ладарусь, они практически попали в эту комиссию, которая могла остановить это. Нет, там появился, скорее всего, ряженый ФСБшник, который, естественно, как обычно, что у нас против нас? Рептилоиды, секта, все. Всех мужики повелись и понеслось душа в рай, ноги милицию. Сейчас что? Платим Платон. Все. Ну да, то есть получается, видите, какая ситуация интересна. Здесь даже можно взять, я может быть, вспомню такой пример исторический, хотя тоже очень относительно того же самого Ленина. То есть Ленин, он когда планировал делать определенные изменения, так сказать, в России, в Царской и Вамперской, он, на самом деле, говорил о том, что нужно объединяться со всеми, кто может, так сказать, в этом деле помочь. И первоначально много было действительно объединений таких, которые там левые, там эсеры, там вольшевики, меньшевики, там, да, то есть как бы вот эти все объединения были между собой, там, коммунисты, там первого интернационала, второго, третьего и так далее. То есть они как бы все понимали, что как бы есть определенная цель, и они к ней идут все вместе. Сегодня, наверное, тоже есть цель, причем ключевая цель, это не кого-то там свернули, а ключевая цель, наверное, сейчас именно информационная пропаганда, потому что люди до сих пор, многие, они, ну, до конца не понимают, что происходит. И здесь очень важно, опять-таки же, чтобы мы не умолкали, наверное, все эти общественники, которые занимаются вот именно разъяснением людям, что происходит, да, потому что машина-то, она пропагандистская, действительно, работает без прерыва, там колоссальные деньги, колоссальные деньги, как бы вертятся туда вкладываются. То есть, например, я встречаюсь с одним человеком не так давно, месяца, может быть, полтора назад. Мы с ним общаемся, он говорит, слушай, я вот думал, что на самом деле, там, Владимир Владимирович нас всех предал, и как бы, и все, и пенсионный возраст, и все такое. А тут, видишь, он начал войну со всем западом, значит, он все-таки наш. То есть, понимаешь, и такая логика бывает у людей. Я говорю, слушай, ну хорошо, он начал войну со всем западом, там его дочки воюют, там дочки Володина воюют. Или там масса славян умирает сегодня с обеих сторон. А какие цели задать? Мы хоть что-то из заявленных целей, ну, хотя бы одна цель достигнута сегодня из того, что говорилось первоначально, что вот мы сейчас там демилитаризируем, деноцифизируем и так далее, да? Я хочу сказать, что я очень четко помню моменты, это многие отметили, что вот до того момента, когда все началось, специальная военная операция, часть людей, которая понимала, что Владимир Владимирович Путин вот реально предатель, там, то есть он то, 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 он там разворовал, там разворовал, там раздал. Причем он дальше продолжает бизнес, несмотря на то, что у нас идет из ВОО, он продолжает помогать. Но на следующий день, когда только объявляется, вот так по щелчку, и люди реально за него начинают. Может, эта сама процедура повлияла? Я так думаю, что здесь момент психической обработки населения, то есть не все верят, что есть психотехники, манипуляция сознания, внедрение, вселение, да? То есть есть и НЛПшные программы, когда человека просто ведут. Почему у нас даже взять, если тему детей, почему у нас появляются стрелки, которых, как обычно, никто не видит, у нас тысячу камер и всего остального. Почему? Потому что когда в ребенке есть, к примеру, агрессия, на нее легче кого-то подселить, тогда внедрить то же самое. Это также ситуация с Майклом Джексоном и с тем же Даней Милохиным. То есть момент именно программы МК Ультра, где берут в разработку и просто человека ведут. Просто человека психологически, психически разворачивают сознание, он делает то, что нужно. И в этом случае, еще раз обращаю внимание, почитайте. В интернете достаточно много моментов говорится о способах манипуляции. И большинство мыслей, они вообще не наши. То есть они внедренные. И я так думаю, что даже не сомневаюсь, наверное, что все службы, федеральные службы безопасности, те же самые сотрудники, и ЦП, и полиция, многие, они обладают этими психотехниками, когда они и запугивают, и манипулируют, и внедряют, и управляют. Сколько людей, которые выпрыгнули из окна, были здоровы абсолютно нормально. А вот недавно тоже какая-то блогерша выпрыгнула из окна. Да, то есть скорее всего здесь идет манипуляция. Однозначно. Потому что по-другому какие-то действия ты не можешь объяснить. И кстати, я как-то анализировала, почему у нас на Камчатке даже часто стали аварии, когда лоб в лоб выезжают. У меня всегда возникал вопрос, неужели водитель, который выезжает на встречку, хочет на тот свет. То есть ты чаще всего это ты выезжаешь на встречку, уже видишь машину. То есть это что должно быть в голове? Значит кто-то что-то в этот момент по моему мнению делает. Ну да, здесь опять-таки же должно быть какие-то защиты. Я хочу сказать о том, что слово, ну не зря там кто там, допустим, есть люди, которые там читают библию, что они читают. Допустим, в начале было слово, да, сказано изначально. То есть слово это такой мощный очень инструмент. И там советскими было, по-моему, песни, да, что слово можно убить, там слово можно спасти, слово можно там полки за собой повести. Поэтому очень важно, что мы говорим, как мы говорим, в том числе общаясь с окружающими людьми. Не зря говорят там и собаке доброе слово приятно, да, у нас очень часто даже близкие люди друг друга оскорбляют. И, кстати, детям очень часто тоже преподавая в различных там учебных заведениях, где преподавал, все время говорил. Вот смотрите, есть пример. Мы сегодня, кстати, тоже касаясь темы иммигрантов. Вот говорим, они более сплоченные, они более там дружелюбные, да, они чаще вместе встречаются, там пьют чай, там общаются, вечерами сидят. У них более крепкие семьи. Я приводил себе такой пример, вот как-то отдыхал на Черном море, смотрю, там две компании. Компания, ну не помню, там, азербайджансы, они там и кто-то были, или может быть осетины, ребята, короче говоря, там не помню точно, потому что ну сейчас уже там смутно, это сам процесс. Подходит, например, там бьют, и был такой, знаешь, тренажер погруша там бьют, да, по нему там сила, кто сколько силы там как бы имеет. И вот они бьют и друг друга подбадривай, типа, о, красавчик, давай там вот так вот сделай ногу, да верни там вот так вот при чем там ударь. И подходит потом наша компания, мы там что-то рядом сетили, то ли в кафешке, то ли что. И наши там между собой, лошара, чмоты там, то и вообще там уже поруки, там, ну в таком формате, да. То есть, я настолько четко видел разные, разные пример общения, то есть вот одна группа молодежи и другая группа молодежи, и потом выясняется там наши там перебухались вместе, там передрались на пляже, допустим, надо между собой там, да, по девчонке их там ушли к этим же там осетинам или азербайджанцам, понимаешь, вот какая ситуация. Опять-таки же, почему? Потому что изначально нету нормального навыка общения, это уважение друг к другу, элементарно на уважение. То есть, вместо того, чтобы сказать, ты красавчик, ты молодец, ты там мой лучший кореш, давай я тебе помогу сейчас в этом. Ему ты лошара, ты конченый, ты там уже поруки и все такое. Вот он, пример, разница в общении. Если мы сегодня русские люди, хотим как-то начать потихонечку как бы воссоздавать нормальное сообщество, да, общение между собой, нужно начать перед всего себя, со своего окружения, с близких людей. Начните правильно общаться, начните друг другу хорошие вещи говорить, правильные вещи, не сворьтесь там, я не знаю, там, ну, или как-то сглаживаете всякие конфликты, это все в наших силах. Понятно, что есть там какие-то предатели. Но надо, да, они сильно толерантны. Ну, нет, именно толерантное слово вообще. Толерантное слово, да, это плохое слово, просто есть понятно, что есть там предатели какие-то, есть там негодяи, которым надо сразу гореть, но опять-таки же, может сказать, там вежливо, тактично, что... Можно мягко послакать ребят. Да, мы с вами общаться не будем, потому что, ну, ты по сути там предатель, да, либо ты там... Потому что видишь, в чем вообще суть духовного роста, да, вот часто люди на тему говорят мы сегодня про духовность упомянули духовность на мой взгляд опять-таки же когда человек вот как бы он растет духовно когда он границы окружающих не нарушает это было такая вот у древних римлян римлян такая была как бы постановление мои права заканчиваться там для начнется права другого человека все есть определенные границы я их не нарушаю там у древних евреев говорит о мотости с другому так как хочешь об тебе относились да там христианство принесло новую заповедь христос сказал что возлюбив ближнего к саму себя такая уже более высокая скажем так такая как бы грань это уже само правило и вот чек духовно растет когда он не оскорбляет не унижают окружающие без дела но ставит на место добро должно быть кулаками чтобы не было переворота в плане того что нужно чиновников надо тот же христос на место на тот же самый да если христос он сказал иудеям ваш отец дьявол допустим да то есть он четко обличил без всяких это там поблажек да то есть когда ты видишь что допустим зло ты зло обязательно должен называть злом то есть это тоже не толерантность о чем кстати мы говорим что информационная борьба на должна продолжаться постоянно если нам пытаются внушить что-то как хорошие данного метра то же самый квадробинг например там или наоборот то мы должны всеми четко понимать что нет мы четко обрубаем это гадость тогда это нам не нужно мы с этим как бы не согласны вот ну опять-таки же информационная борьба и к чему говорю и возвращаемся к этому что мы не должны умолкать если мы с каждой сядем и замрем и будем ждать ну само собой все разрешится но многие люди такого ждут 30 лет а к многим уже снаряды прилетели в курске где-то еще не все ждали что само вообще ничего уже не рассосется и в этом случае однозначно на только говорить и разоблачать и верить народ что но он и вот он просто маленьким как если как относиться к ребенку маленькому которого надо защитить спасти понятное дело что ну всех точно не получится потому что есть те люди которые удобно жить в том мире в котором он живет и вот сегодня тоже готовясь как бы к эфиру я думаю о чем сказать вообще получается что мы по идее должны быть счастливы да то есть там бог творец там создатель кто какая вера у вас есть он создает человека человечество чтобы мы были счастливы и развивались не деградировали как через квадробинг то же самое через разврат эпохоть а чтобы мы развивались и духовно росли и в этом случае конечно все зависит от нас с вами да то есть от каждого вклада да то есть каждый человек он все равно работает над своим характер над своим миропониманием мироощущением и когда человек счастлив он гадости делать не будет конечно у него не будет желания кого-то утопить принизить оскорбить да тот же самый травля буллинг стрелять там убивать то есть не будет этого себе подобных но чаще всего это люди обиженные ущемленные агрессивные злые и такими легче конечно управлять у меня сегодня такой тоже интересный момент там один грубо я знакомы это кстати он для себя решил что пить пиво как бы это нормально это способствует духовному росту да когда он пить пиво выпьет у него все вокруг там петухи там заднеприводные ну так далее там это все матом смакует все это я говорю слушай нормально тебя духовный рост как это этого и хотят наверное от нас наши враги шумы так все духовно росли как этот к светлаков там разговаривал пил пиво с телевизором разговаривал да вот он пример одиночества как бы духовного роста как бы до русского человека но в кавычках который хотят навязать нам скажем так те же самые хаббатники которые у власти сегодня если даже обогнуться в наши сказки до сказания тоже очень мудрые слова это нам передают муж сказать наши предки что добро должно быть кулаками то есть мы должны быть добрыми но не добренькими да мы должны защищать свою землю свою страну свою родину и вообще в принципе внутренние человеческие качества и мне кажется но вот вера в народ потому что что делают убивает веру нас многие общественники уходят из-за чего я не верю народ ну да я все я не верю я пошел а куда ты пошел ты пошел ты куда пошел ты пошел туда же жить пошел в одиночество просто в свою своим путем в принципе ты ничего не делаешь тогда ты даже лапками не шевелишь это как с лягушкой да в которой в банке с молоком либо ты болтаешься взбиваешь и вылазишь на пене либо ты подыхаешь тут есть такой момент на котором тоже надо сказать что конечно есть такая пословица насильно мил не будешь до то есть мы нашим мы не можем там до всех достучаться сто процентов и многие не будут даже слушать допустим но там там наш разговор дабы либо отдельно допустим выступление там василий либо мое выступление как александра сына бориса из рода каменюка они александра каменюка когда я уже да все повторяю что это учетная запись она исчезла как бы все но она где-то есть системе но и суть важно короче говоря пока по крайней это неважно и потом скоро будет важно суть в том что мы конечно не сможем всем что-то там в голове поменять но тем не менее знаете вот есть понятие такое вот информационная прививка да то есть допустим очень когда-то услышал свое время что но не всякое не всякое там укольчик жижей может быть полезен тебе да то есть может что-то быть и вредно и потом когда пришло вот это тотальная прессинг это начался во многие задумались слушая действительно это когда-то слушал червонскую где-то когда слушал там еще кого-то и я понимаю что да может быть там что-то нам навязывать неспроста это все может быть это будет только хуже для моего здоровья и поэтому и информационной прививки касаемые там не знаю там и информационной борьбы и там и тех же самых выше кто-то не верит до сих пор что вышки это влияют я бы еще раз повторюсь да что допустим я часто бываю за городом и неделю там никакие монетный будет там ничего где горят в городе была монетная будет вообще монетная будет наш типа везде была на земле у всех там голова болела всем было плохо я в это время был неделю например там на воздухе никаких не головных боли ничего там просто офигенное самочувствие после ничего вокруг нету даже связи с удовольствием и ты сидишь возле речки там рыбку ловишь к примеру там и просто кайфуешь поэтому это все влияет это большая микроволновка город это большая микроволновка ваш дом это большая микроволновка где куча электромагнитных приборов куча селих антенн вышек и также целенаправленно нас убедили что в квартиры жить круто ну да жили там раньше вообще в дома конечно частный сектор дома это самое лучшее сами себя не кстати переселили на рублевку все подальше да и подальше от городов между прочим подальше от обилия вот этих вышек гроздьями которые висят вокруг нас поэтому как минимум надо об этом говорить регулярно постоянно напоминать людям в том числе необходимости объединения необходимости правильного общения услышать другого человека слышать его мнение пусть даже до точка зрения тебе совсем не нравится дал допустим я до сих пор общаюсь с ними там ссср одни до сих пор за ссср и руда другие там поди вас от этих лет вообще есть царская империя ну надо там возвращаться в царскую россию там имперской прочее ребят мы живем уже сегодня как бы да понятно что нам нужна какая-то форма грубо говоря общественно-политического строя которая нам всех устроит и мы будем дальше двигаться это конечно важно тоже нужно обсуждать но из-за этого ссориться ругаться другу что доказывать теперь на то что в ссср и было лучше либо хуже для кого-то до сих пор туда дальше ссср и было все хорошо ну да тогда еще в ссср и было все плохо да а я считаю что что-то было нечто среднее было и много хорошего очень много хорошего в плане там воспитания там да ну как говорят ссср жил по христианским признак принципам но без христа кого без бога да есть такая точка за已经 очень много было принципов очень хороших воспитания людей но были моменты другие тоже дали сильно там и был контроль тотальной своего рода тасс explanations том органы фсб этому holog obligation был а там и прочее конечно и было тяжело там а железная зав но если не мы не могли так собана ездить за границу там покажут эту шаргу что хорошо да вот но были другие нюансы все равно то есть это в этом тоже можно говорить это отдельная пандема если там будем его касаться поэтому надо понимать что каждый этап в жизни нашего нашей страны он был интересным по-своему надо брать самое лучшее а у нас сегодня такой общение что все самое плохое взяли до подвели под банковскую систему сегодня у нас банкир и главный там грубая фрейс сша центробанк и секта хаббат скажем так и все пытаются сейчас полностью нефицировать во всем мире все одинаково все всех под кредиты под ипотеки под залог имущества короче все потому всех забрать ну по сути мы очень могли просто раза то есть тотальное управление тотальный контроль единый центр цифровая валюта этому все ведется а люди до сих пор не могут это понять не могут на месте объединиться чтобы какую-то альтернативную систему простой чтобы это у них ну чтобы этого не произошло потому что если у нас были уже какие-то альтернативные системы в нашей стране даже самообеспечения между там люди бы жили массово на земле там обменивались с продуктами и товарами и сказали в этом даже если нам наличку запретят у нас есть как бы как жить нам вообще пофиг на вас тогда бы они писали о нифига себе нам сложно это будет ввести наличные ну цифровую рубль без наличку но когда человек сопротивляется он естественно не даст многие вещи провести на то есть ты не согласен так как окно вертона работает когда тебя убеждают что это нормально это нормально это нормально потом ты бац ну наверное да это нормально а по факту у нас использовали поэтому здесь надо реально все равно остановиться внутри себя и постараться найти точки соприкосновения стараться объединиться потому что ну даже может быть у кого-то получится это изначально с точки зрения более эгоистичны да как я себя буду защитить как я буду защищать себя и свою семью и своих детей один вы точно не спасетесь этот сто процентов когда будет 50 человек это будет другой результат когда это будет тысячи я до сих пор вспоминаю по поводу нам говорят там подписи не работают работают подписи мы собрали 10 половиной тысяч подписи камчатским краем против введения тогда qr-кодов и многих таких вот этих моментов и обратите внимание у нас их не было то есть все это работает просто нужно именно сплочение дружных сердец так скажем поддержка друг друга и в этом случае еще раз обращаю внимание что у нас именно на камчатке созданы чат и куда вы можете добавиться именно по району по регионам а также есть большая площадка это игры больше для россии народная трибуна куда в принципе вы можете также рассказывать какие-то новости которые происходят у вас в регионе и освещать возможно вы найдете своих соратников соотечественников которые будут готовы примкнуть за борьбу наверно за свободу свою я думаю что безусловно надо продолжать вот это движение по объединению как бы у нас здесь на камчатке мы начали формировать определенного они уже есть группа да то есть мы туда добавляем людей которые желают как-то объединиться конечно нужно встречаться общаться вживую потому что то что у нас забрали это ты на живое общение максимально разобщили клубы там всевозможного всех районах позакрывали дома культуры позакрывали то есть люди перестали художественной взаимодействие заниматься фактически . раньше это постоянно была часть жизни как бы народа нашего то есть постоянно где-то какой-то фольклор был народный там хотя бы в клубах этих собирались пели танцевали там что-то еще делали сейчас вообще это по этого по минимуму там в лучшем случае хорошо напомнил мне на днях позвонила знакомая из эсса в эсса закрыли именно в августе летом не надо было ремонт делать в августе закрыли дом культуры у них полностью и получается школьников с детьми которые занимались перевели в школу них там новая школа ну качество я молчу какое а именно для взрослого населения которые там каких-то по интересам им сказали до свидания и губернатор солодов сказал что денег нет но вы держите то есть вот получается вклад губернатора вклад вообще чиновников в развитие то есть общество у них процесс программа дальнейшей идет разобщить народу максимально чтобы не собирались не общались чтобы минимум было каких-то организаций которые могут дружно сплотиться и которые что-то сказать против допустим того или иного процесса ненужного людям так вот вот они поэтому против таких и всякие готовятся и дела и уголовные не уголовные закрывают и так далее поэтому здесь тоже надо понимать что таким людям нужна поддержка и защита как соревнована напомнит надо про алина лушавина и по других людей которые алина лушавина сегодня не будет суд по мере пресечения прокуратура требует ее дальше пинуть дальше продлить причем обращаю внимание что данного поста в котором ее обвиняют его и у нее не было и не смеян который опубликовал якобы этот пост у него он есть выходит на свободе спокойно поживает то есть там холодно там не отапливается у алины по всей вероятности уже пневмония ее не лечат то есть она написала уже заявление о том что не оказывается качественной медицинской услуги и тоже сторонница светлана ладырусь это эльмира белова который уже кровью кашляет то есть там и ну я считаю что это пытки это пытки вовсе не и вот в сизо где людей еще не обвинили ни в чем но почему-то обвинили и они уже подвергаются таким пыткам я вспоминаю слова сотрудников полиции когда они его часто очень угрожает и сейчас посажу с туберкулез никами то есть получается они целенаправленно уничтожают человека который находится там геннадий казанцев он просто может лишиться ног и его не отправлять ни на домашний арест не в больницу никуда а у него реально там все у него развивается опасное заболевание поэтому в этом случае конечно нужны письма нужны звонки нужно требовать чтобы провели проверку и привлекли всех к ответственности я хочу сказать по поводу опять видео и писем влияет не влияет пальмире беловой огромное количество видео стали люди записывать поддержку и ее на следующий день перевели уже в отапливаемой вот эту в камеру единственное конечно пока не оказывают и медицинской помощи но будем надеяться поэтому друзья очень прошу поддержки чтобы но не добили наших людей потому что это люди которые стоят на защите наших интересов алина лушавина на период когда нужна была всем помощь она стояла на передовой так скажем и это и она также разоблачала действие секты хаббата я помню она размещала в социальных сетях как и приписали угрозы и уничтожения и так далее то есть таких людей надо защищать то же самое и на камчатке если происходят какие-то вещи мы все равно вот это как раз плачение народа она первое дает силу самому народу то есть веник он его сломить очень сложно прутик вообще очень легко да очень важный момент друзья на самом деле много сегодня людей сидит в тюрьмах и есть люди более известные как и на лошадиные люди менее известные которых мы может быть даже не знаем ничего допустим я знаю точно что в камчатском крае человек 56 которых не рассказывали посадили за комментарии социальных сетях они сидят по 6 по 8 лет молодые ребята в принципе все которые там не сдержались написали но может быть даже куда фигню написали знаете было так что выпил там увидел куда там что там пока он депутата репортаж ну и написал что-нибудь и потом надо аллах nunca lavo там да еще не такое и понимать и заехали так сказать в эту систему и вот хотелось бы тоже чтобы про них не забывали если что пишите говорите что вот у нас там может быть комментарий пишите что Gianna помните про такого человека на фонте про такого человека чтобы мы могли например он не знаешь такого то мы не знаем потом еще одно дело тоже про него тоже скажу когда ребята погранца 1 скинули воду как бы опять таки же это вопрос там очень серьезный потому что вроде как бы он ну к ним запрыгнул не представился ничего там не только какой-то конфликт произошел они вот там туда и утолкнул он упал забор и суд присяжных первоинстанциях оправдал а потом короче им дали там всем по 12 лет помнишь то есть хотя они там но грубо рядом даже может быть одному можно было дать на к примеру который толкнул человека этого да но получается что суд присяжных из народа то есть люди собрались из народа суд присяжных они сказали что нет этом никакой вины этих ребят признал на катер человек там сказал что вы там козлы все разбирательность на камчатке ситуации потом те естественно погранцы фсбшники подали в апелляцию понимаете прекрасно но под кем система судей у нас находится да то их курирует и соответственно и влепили на полную катушку вот поэтому тоже вот ситуация очень такая непростая думаю на эту тему может отдельно тоже нам еще информацию подбросишь сейчас происходит тоже может быть сделан отдельный репортаж вот ну поэтому давайте всем не забывать наших политзаключенных тех людей которые фактически за мелочевку дали им колоссальные сроки хотя мы прекрасно видим что он приходит и свошники там насилуют убивают до их отпускают либо как бы обратно там на свой забирать либо вообще как бы не остаются без наказания и вот поэтому вот абсолютно ну как бы вот беспредел вот и получается что слово она имеет вес она реально имеет вес мы кстати на прошлой неделе провели круглый стол можете посмотреть видео записи как раз говорили о судебном беспределе и естественно вы вспомнили из каличенко до которую осудили чельди его того же самого лушавину светлану ладырусь там вообще просто беспредел в суде где судья отметает вообще все абсолютно то есть она ведется очень хамски то есть почему закрывают судебное заседание чтобы легче было что-нибудь наврать все поэтому конечно в этом случае нужно ваше слово слово народа и те же самые видео и письма поэтому давайте поддерживать друг друга давайте учиться объединяться давайте учиться дружить и все в нас все начинается в нас и как говорят все заканчивается на огласка поддержка дай поэтому и не умолкаем на самом деле ни в коем случае нельзя молчать сейчас тем более когда вот эта информационная война максимально наверное и на пике находится когда людям промывают мозги регулярно через средства массовой информации когда в интернете куча купленных блогеров которые задвигают нам что у нас все классно что мы сейчас вот прорвемся что вот мы сам самая как говорится лучшая страна и все нам завидуют вокруг как бы то есть надо эти все вещи фильтровать и объективно все негативные примеры освещать позитивные тоже надо освещать и по возможности действительно объединять усилия в этой работе совместной в этом труде даже до более правильно бы сказать пишите свои комментарии пишите какие темы вам интересно мы думаю поднимем любые темы да всего хорошего до скорых встреч